За 10 дней августа в 10 автокатастрофах, произошедших на дорогах Абхазии, погибли пятеро человек. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут. Его видеообращение опубликовала пресс-служба ведомства. О ситуации на дорогах, особенно в летний сезон, будем говорить с начальником управления госавтоинспекции МВД Абхазии Валентином Трапши. Валентин Львович сегодня у нас в студии. Приветствую. Спасибо, что пришли, нашли время. День добрый, дорогие слушатели. Хотелось бы осветить немножечко этот момент, который беспокоит сегодня наше общество. Дело в том, что в летний курортный сезон на наших дорогах увеличивается кратно количество транспорта как гостей, так и наших машин абхазских. Значит, что можно сказать по этому поводу? В каждом регионе России, естественно, правила дорожного движения, они везде идентичны. Но специфика вождения и управления транспортными средствами, она немножечко отличается по менталитету, по характеру нашего вождения и стилю. Но какие меры предпринимаются вами? Понятно, нагрузка возрастает в летний сезон. Усиливается и ваша работа в летний период, потому что и поток увеличивается, и количество, и особые условия вождения, как вы сами говорите, в летний сезон. Что предпринимается вами? Вы знаете, в летний сезон сотрудники Государственной автомобильной инспекции Республики переведены на усиленный режим работы, как и все, как и все Министерство внутренних дел. Для того, чтобы работать в этой службе, нужно, наверное, в первую очередь очень сильно любить свою работу. Она является очень интересной и тем временем очень сложной. Простоять на солнце, на дороге в 35 градусов, ну не каждый выдерживает, это все сложно. Мы пытаемся сделать так, чтобы водителям было более-менее комфортно управлять транспортными средствами, передвигаться по нашей республике. Но, правда, не всегда у нас это получается. Связано это с очень многими фактами. А какие, на ваш взгляд, самые главные причины? Это, как обычно, нарушение скоростного режима, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это вот как было, так и есть сейчас, да? Все как было, так и есть. Ничего не меняется. Единственное, меняется, значит, управление транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения. Наркотические средства усовершенствуются. Определить присутствие этих веществ в крови становится сложнее. Но в ближайшем будущем Министерство внутренних дел должен быть запущен хроматограф, который будет определять практически все, вплоть до того, чуть ли не с какого региона этот наркотик будет к нам поступать. Выявлять, конечно, мы должны это все. И это напрямую связано и с дорожно-транспортными происшествиями, и с травматизмом на дорогах. В первую очередь, конечно, идет это управление в нетрезвом состоянии или в каком-либо другом опьянении. Второй момент – это превышение скорости, несоблюдение. Я не знаю, почему наши люди, когда выезжают на дорогу, считают, что главный на дороге появляется единственный он, и преимущество только у него, если у него машина красивее и больше. Ну, и заодно хочу напомнить, что все-таки транспортное средство, в первую очередь, это объект повышенной опасности. Плюс, конечно, средство передвижения. Николай Львович, вы сказали, что пока нет хроматографа, очень сложно иногда определить, какое наркотическое вещество, то есть доказать. Но, тем не менее, наркологи же при визуальном осмотре могут все-таки установить. Это не освобождает от ответственности водителей. При визуальном, конечно, можно определить, что он находится под воздействием, но какого-либо аппарата определить на глаз сложно. То есть штраф ему в любом случае выпишут, если вот все-таки на освидетельствование привезут? Если мы его привезли, наркодиспансер, сюда в сухом, то, конечно, и будет заключение положительное, значит, у него будет штраф. Сегодня у нас с 15 мая внесены поправки в законодательство. Управление в нетрезвом состоянии или в состоянии какого-либо опьянения у нас влечет наложение штрафа 30 тысяч рублей. Это 500 мрот. И лишение права управления на полгода. Да, это ужесточение у нас сейчас. Но на данном этапе я вам скажу, что с 15 мая по сегодняшний день, ну, оно неощутимо. Я вам приведу просто пример того, что, допустим, вот за 7 месяцев текущего года было составлено 3541 выявление нарушений именно в этой области. Ну, штон больше на 427 аналогичного периода прошлого года. Мы закон вроде бы ужесточили, но выявили тоже больше. Ну, не сказал бы я сразу, что до нашего населения дошло, что мера начала работать. Тогда что делать, если ужесточение не дает вот нужного такого быстрого эффекта? Вы знаете, мое мнение, мы должны еще более ужесточить в этом направлении. Плюс, конечно, мы должны работать совместно с Министерством здравоохранения для того, чтобы выявлять это все. Сегодняшний день, например, у нас для того, чтобы выявить или определить, да, мы остановили водителя, который находится под каким-либо воздействием, да, допустим, в Гаграх. С Гагры мы его должны привезти в Сухум, потому что наркодиспансер у нас один на республику. Я неоднократно ставил вопрос перед министром своим. Министр, я знаю, обсуждал на своем уровне этот вопрос, но данный вопрос пока не решен. И когда будет решен, не знаем. Ну, это нагрузка, да, привезти и увезти человека. Конечно, это нагрузка. А вот, смотрите, если мы в Гаграх, допустим, выявили три человека, да, которые, как нам кажется, что находятся под состоянием каким-либо, под воздействием какого-либо состояния, мы должны отправить экипаж с Гагры в Сухум. Экипаж в Сухум минимум два человека. Это спецмашина. Сегодня в этот насыщенный период курортный, да, на дороге очень много транспорта. У нас в Сухум, с Гагры и обратно время в дороге займет минимум три часа. Плюс еще, значит, сама процедура медицинского свидетельствования. А если у нас будет пять человек в Гаграх таких? Мы пять экипажей должны отвлечь. На каждый экипаж, если мы возьмем по три часа времени, это 15 часов, грубо говоря, люди, которые не занимаются своими прямыми функциональными обязанностями. Естественно, мы вроде бы выявляем, но Гагровскую зону мы оголяем. Да, это действительно серьезная проблема, которой надо подумать, как ее решить. Есть еще одна идея, которая позволила бы снизить уровень, количество ДТП. Это система видеофиксации нарушений. Насколько расширилась сеть вот за последнее время? И дает ли это вообще эффект в сравнении с ужесточением законодательства за вождение? 12 лет назад мне посчастливилось побывать в Московской области, в городе Звенигороде, где стоит система вот эта. Наблюдение идет за всей Московской областью. Там расположен специальный центр, в народе называемый таким, где распечатываются письма счастья. Идут по адресатам. Очень много интересного я там для себя увидел. И очень много интересного, как говорится, можно было бы применить, но с условием того, что если техническая поддержка у нас была бы серьезная. Несмотря на то, что сегодня это оборудование стоит серьезных денег, как мне сказали в этом центре, оно окупилось за 6 месяцев. Вот можете представить, да, охватить каждый серьезный... В какой сумме, чтобы мы представляли и наши слушатели, пример? Я не помню сейчас эту сумму, я не могу ее огульно называть. Но чтобы вы понимали, охватив все серьезные перекрестки, там, где возможно происходили дорожно-транспортные происшествия, в первую очередь они были оснащены этими камерами видеонаблюдения, видеофиксации так называемой. За полгода это все окупилось у них. Но, с другой стороны, плотность населения и площадь Московской области сложно с Абхазией сравнивать, но тем не менее. Вы знаете, вот... Пусть и три года. Пусть и три года. Но если бы у нас была неотвративость наказания, наверное, наш народ бы немножечко и пристегнул ремень безопасности, и снизил бы скорость. Но не все так просто. У нас менталитет интересный, хотя мы знаем правила, мы... Я не могу сказать, что наши граждане игнорируют правила дорожного движения, потому что их не знают. Они их знают. Каждый из нас, хотим мы этого или нет, выезжаем к нашим соседям в Российскую Федерацию. При переезде государственной границы Абхазии с Россией по реке Псоу мы пристегиваемся, мы соблюдаем правила. Потому что там нет дяди Валеры, нет еще кого-то. Мы не можем позвонить, мы не можем решить свои вопросы там, потому что мы... Валентин Львович, вы теперь как бы берете немножко вину на себя. Я понимаю. А не говоря о неотвратимости наказания. Я понимаю, да. Самый большой эффект будет в том, если мы это все задействуем в систему фото-видео фиксации. Если она у нас начнет работать, у нас наступит неотвратимость наказания. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Для какого-то регистрационного последующего действия нам нужно будет погасить свой штраф, если он у нас есть. И человек, если, допустим, видит, что я нарушил, да, вот инспектор видит, что я нарушил, он может закрыть глаза, простить, потому что он знает вас, знает меня, знает еще кого-то. Потому что система фото-видео фиксации не может закрыть глаза. Она зафиксирует. Ну, а человеческий фактор просто удалить какие-то факты. Человеческий фактор мы должны минимизировать. И в конечном итоге, наверное, если у нас эта система будет дальше расширяться, но она будет у нас дальше расширяться, я расскажу сейчас о ней, то, значит, я думаю, у нас... Будет эффект. Будет эффект, будет другой, да. А как расширилась сеть? Вот в настоящее время у нас работает пять стационарных комплексов подобного. Работает пять. Один из них находится на техническом обслуживании. Это на посту Бзыби, который вот буквально день, два, три максимум, наверное, заработает. И он будет шестым, который будет, как говорится, приносить свою лепту. Если, допустим, взять за отчетный период сумма штрафов по системе видеофиксации, у нас за семь месяцев, собрано, значит, 2 миллиона 929 тысяч рублей. Ну, как бы немалая сумма. И выявлено этими системами 4202 нарушения. Но дальше мы на этом не останавливаемся. У нас в ближайшее время, а я сейчас не могу точно вам назвать время и месяц, но в ближайшие месяцы будет запущено еще 10 комплексов подобного рода, которые начнут работать. Сейчас эти комплексы, они работают только на скоростной режим, на фиксацию нарушения скоростного режима. Но в ближайшем будущем будет дополнена немножечко эта вот база вся, в которую войдут пересечения сплошной линии, выезд на полосы встречного движения и движения по полосам общего пользования транспортных средств. Правда, у нас эти полосы не везде есть, у нас в Сухуме есть, в Каграх где-то есть немножечко. Но и тем не менее, в этих местах у нас регулярно нарушают наши граждане, потому что мы не можем поставить на каждое возможное предполагаемое место нарушения правил дорожного движения инспектора. Пока инспектор стоит, правила соблюдаются. Как бы инспектора убрали, правила перестают соблюдаться. Мне бы хотелось еще поговорить не только о нашей безопасности, наших граждан, но и позаботиться и о наших гостях, потому что имидж страны, это в первую очередь складывается из ощущения вот этой безопасности для гостей, которые сюда приезжают. В Юбшарском каньоне сейчас введен запрет останавливаться, но тем не менее, там сейчас работники, которые продавали что-то в этом месте, они бастуют, хотят продолжить работать там. Вот с этим что делать, с ответственностью людей? И как их заставить? Вы знаете, вот буквально сегодня рано утром мне позвонили и сказали, что сотрудники, работающие в Юбшарском каньоне, перекрыли дорогу с какими-то требованиями. Я понимаю, что, наверное, это от какой-то безысходности у них, но для нас самая главная безопасность граждан, туристов и тех людей, которые проезжают просто на машине. И буквально неделю назад в этом месте остановился автобус туристический, где произошел, значит, обвал, где камень, ну, я не знаю, килограмм 50-70, наверное, с большой высоты упал. Повредил автобус, хорошо, что там... Без жертв. Хорошо, что там, да, обошлось все механически, как говорится. После этого руководством было принято решение закрыть это место и запретить остановку транспортных средств, потому что там небезопасно до того момента, пока мы не устраним фактор этой безопасности. Сегодня это продолжается. В первую очередь, конечно, мы смотрим на то, чтобы люди и граждане, которые прибыли к нам отдыхать, счастливые, здоровые, красивые, вернулись обратно домой без происшествий, без всяких интересов. И захотели вернуться, самое главное. И без ущерба для своего здоровья. В связи с этим было принято это решение, но сейчас этот вопрос у нас обсуждается правительством. Министр по туризму выезжал на место, насколько мне докладывали, разговаривал с людьми, видимо, придут к какому-то знаменателю. Пойти на поводу наших граждан, те, которые хотят, извините за выражение, просто заработать денег, но рискуя... С собственными жизнями, в том числе. Рискуя, да, собственными жизнями и здоровьем туристов, мы не можем на это пойти. Валентин Львович, мне бы хотелось поговорить и об ответственности сотрудников ГАИ. Вот в этом году возросло количество обращений о нарушении прав граждан со стороны сотрудников госавтоинспекции. За 6 месяцев поступило 37 обращений о незаконности действий сотрудников госавтоинспекции при привлечении граждан к административной ответственности. Это данные генпрокуратуры, и какие меры вами предпринимаются для уменьшения таких случаев? Вы знаете, 37 обращений, это, наверное, я вам раскрою маленькую тайну, это, наверное, не вся цифра. В Министерстве внутренних дел существует подразделение, которое следит, грубо говоря, за деятельностью сотрудников органов внутренних дел, в том числе за сотрудниками ГАИ. Это управление собственной безопасности. На сегодняшний день в Генеральную прокуратуру 37 жалоб у нас поступило или обращений, в управление собственной безопасности 19. По каждому моменту из обращений сотрудник несет ответственность. Но хочу вам сказать следующее, что у нас существуют и действуют некоторые законы, когда, допустим, мы с вами стоим на перекрестке и видим, что человек проехал на красный свет. Но это мы с вами видим, мы верим своим глазам. Мы, допустим, выявляем этот факт, даем команду сотрудникам ГАИ найти этого человека, остановить, изъять водительское за данный вид нарушения. Но кроме того, что мы с вами видели, фактов фиксирующих никаких нет. Если человек обращается в прокуратуру, то, как правило, он выигрывает. Прокуратура остается на стороне гражданина, который подал заявление. Понятно все, что мы, само государство пока, видимо, еще формируется, я так смотрю на этот момент. Много у нас недостатков. Мы принимаем законы тех государств, которые уже прошли этот опыт. Но иногда законы бегут впереди нас, а мы и общество немножечко не догоняем это. Вот не успеваем за этим. Для того, чтобы принять там некоторые законы, наверное, нужно было подготовить общество, подготовить сами службы. Сегодня, например, нагрудных камер видеонаблюдения у сотрудников ГАИ нет. Ну почему нет, не могу вам ответить. Все сложно, хотя не особо затратно. Сейчас мы разрабатываем этот момент, мы говорим о нем. Раз мы его обсуждаем, вы знаете, как под лежачий камень вода не течет. Если мы обсуждаем этот момент, начинаем его обсуждать, сегодня о нем поговорили, завтра, послезавтра, то, наверное, рано или поздно это произойдет. Это будет влиять на качество составления материала, которое впоследствии приведет, я думаю, к уменьшению таких заявлений. Действительно верю, что вот такие случаи есть. Ну и наверняка есть случаи, когда сотрудники ГАИ тоже со своей стороны иногда нарушают закон или что-то не так делают. Вот как пассажир я могу сказать, что вот в динамике, если посмотреть на ситуацию, ситуация улучшается действительно. И более культурно, и представляются сотрудники ГАИ, когда подходят документы проверять. Но иногда ты видишь вот такое, не очень правильно может быть представление себя, неправильно может быть и оформляются документы. Вот эти факты, они же тоже могут иметь место. Да, конечно, они имеют место, к сожалению, мы стараемся их выявлять, выявляем также с помощью телефонов доверия, которые у нас на всех постах. Развешены сейчас в мою бытность, я не так давно на этой должности, я их хочу обновить, хочу привести немножко в порядок, хочу сделать так, чтобы каждое обращение было услышано. Это хорошая действительно идея, и чтобы эти телефоны доверия действительно были видны каждому подвижающему водителю, чтобы они знали, что есть куда обратиться. Другой вопрос. Мы говорим о безопасности дорожного движения, и требования к подготовке водителей в автошколах должны были тоже ужесточить. Это тоже одно из звеньев вот этой общей цепи, можно сказать. Ну, вы знаете, я считаю, что это не одно из, а самое основное. Если мы, допустим, недоучим нашего водителя, если он пропустит какой-то момент, то для того, чтобы он это исправил в повседневной своей жизни, нужен очень большой период времени. Я считаю, что нужно будет, наверное, целое поколение водителей поменять для того, чтобы правила дорожного движения знали все, как положено их, самое главное, их соблюдали. На сегодняшний день экзаменационный класс у нас существует, единственный в Республике Абхазия, экзамены получают и выдают МРЭО, УГАИ, МВДРА, установленный компьютер. Раньше, если был человеческий фактор, инспектор, допустим, мог подойти по просьбе помочь, сегодня с компьютером немножечко сложно разговаривать, потому что у компьютера свой хозяин, это сервер его, и обмануть как-то эту систему, я пока не, вот месяц я работаю на этой должности, я не знаю, как это сделать. Плюс на каждом компьютере у нас установлена камера, служба управления собственной безопасностью с МВД видит каждого экзаменуемого и видит его результаты. Как бы обойти на сегодняшний день немножко сложно это, но не то, что сложно, я пока не вижу как. Я думаю, если у нас это будет продолжаться в таком же формате, через какое-то время, я не говорю, что это будет через месяц, через год, через пять, но для этих вещей более длительный срок нужен для того, чтобы его было видно. Но также шла речь о необходимости подготовки учебных автодромов. Все ясно, да, все правильно вы говорите, учебные автодромы, они крайне необходимы. Но в Российской Федерации у наших соседей экзамен состоит из трех частей. Это теория, площадка или автодром и город. У нас выполняется два момента. Это теория, знание правил дорожного движения на бумаге и управление уже в городе. Исключен у нас фактор автодрома. Смотрите, этот разговор поднимался неоднократно, но, честно говоря, он находится пока на отметке ровно ноль. Потому что, когда я пришел на эту должность, начали обсуждать этот момент. В Сухуми вроде бы нашли место, которое может подойти, но для того, чтобы осуществить площадку автодрома, нужна территория не менее 2400 метров квадратных. Это почти 2,5 гектара. Найти сегодня в городе такую площадку, я думаю, немножко сложно. Теперь дальше вопрос. Если мы сделаем в Сухуми, а чем хуже Гагра, а чем хуже Гал или Ачимчира? Или Ткварчал? Ничем не хуже. А для того, чтобы человек пришел к управлению ГАИ, допустим, в Сухуми мы найдем эту площадку, для того, чтобы он пришел и сдал на этой площадке, он как минимум должен там поездить немножко, изучить этот момент. И взять, допустим, человека, привезти с Ачимчири или с Гагры, первый раз, который увидит площадку, естественно, ему сложно будет. У него проблемы будут. Человек будет говорить, что вы специально сделали так, чтобы я не сдал. Но как бы это очередной этап в получении нашего водительского удостоверения. Рано или поздно мы к нему тоже, наверное, придем. То есть пока сложно сказать, когда будет решен этот вопрос? Пока сложно сказать, когда этот вопрос будет решен. Возвращаясь вообще к ситуации на дорогах, было предложено использовать технологию шумовой разметки на дорогах. Вы знаете, Шумовая разметка, я ее озвучил, наверное, дней 20 назад, потом слышал, начался немножечко диалог по поводу нее. Шумовая разметка наносится в тех местах, в местах перед пешеходным переходом, в местах перед детскими садами, школами и так далее. И она имеет свои рамки какие-то, она имеет свои стандарты. Допустим, перед пешеходным переходом, первая шумовая разметка к водителю ближе должна находиться на расстоянии 17 метров. Почему 17 метров? Это именно то расстояние, где, значит, срабатывает... Какой-то сигнал, как я понимаю. Где срабатывает, где человек видит пешехода, где у него срабатывает нажатие педали тормоза и до остановки транспортного средства. Для этого, для того, чтобы нормально остановить транспортное средство, безопасно, нужно расстояние минимум 17 метров. Дальше следующая шумовая разметка, она ложится в три этапа перед пешеходным переходом. Следующая идет 30, по-моему, метр, 32 метров, и следующая 67. Это то расстояние, когда первая шумовая разметка, ты едешь за рулем, она тебя немножко встряхивает, ты понимаешь, что что-то произошло, но едешь по инерции дальше, через 30 метров еще заезжаешь второй раз на шумовую разметку, шумовая разметка это... Вот простому нашему слушателю, и мне в том числе, как это выглядит? Это какой-то сигнал звуковой, который мы слышим проезжать? Это звуковой сигнал, она... Шумовая разведка, это изготовлена из пластмассы, термопласта, который выделяется над поверхностью дорожного полотна на 3-5 миллиметров. Когда заезжаешь на нее, это типа зебры, наносится белого цвета тоже. Когда заезжаешь автомобилем на нее, происходит шум. И вибрация автомобиля легкая, такая, незначительная, которая не влияет кроме как на водителя, на его внимание, привлечения его внимания, ни на что больше. Но она предупреждает о том, что вот-вот скоро будет у нас пешеходный переход, обрати внимание. В сравнении с лежачим полицейским, это безопаснее? Безопаснее в случае, если у нас же любят легачи проезжать и лежачие полицейские точки. Вы знаете, искусственно созданная неровность, ну, лежачий полицейский в простонародье, это искусственно созданная неровность для погашения скоростного режима транспорта. Как бы говорить за себя, шумовая разметка не обязывает водителя снизить скорость. Я считаю, что все-таки мы от искусственной неровности пока не должны отказываться в пользу шумовой разметки. Есть места, возможно, у нас в республике, где мы можем нанести на сегодняшний день в качестве, не знаю, профилактики или еще чего-то шумовую разметку, посмотреть, как она будет работать. Дело в том, что шумовая разметка, она должна работать. А если мы ее будем наносить, и она не принесет нам никакого эффекта, она не будет работать, смысл ее. Но лежачий полицейский или искусственная неровность, она все-таки обязывает водителя притормозить. А аналоги где вообще существует и где это эффективно использовалось? В России, например, я не знаю, где-то есть уже такие? Да, в России используется везде практически, во всех регионах она есть. Она используется на скоростных трассах, там, где ты, допустим, нужно снизить скорость, где ты въезжаешь в какой-то населенный пункт с центральной трассы, междугородней какой-нибудь. Она заставляет водителя встрепенуться и привлечь свое внимание к дороге, отвлечься от всех остальных дел. То есть это уже протестировано, успешно работает? Да, это протестировано, она работает. Но если взять еще один момент, это термопласт. Все-таки это пластмасс, какое-то количество пластмасса. И если протестировать автомобиль на асфальте, где нет шумовой разметки и где есть, на экстренное торможение, да, то в том месте, где будет установлена шумовая разметка, тормозной путь автомобиля будет намного больше. Потому что все-таки это термопласт, он скользкий. Потом система ОБС в автомобиле, когда срабатывает, она еще думает полсекунды. Она не везде эффективна и не везде безопасна, чтобы вы понимали. Да, она применяется, она нужна, она работает там, где это необходимо. Но в местах, вместо лежащих полицейских, я категорически против, чтобы она устанавливалась. Понятно. В комментариях люди, может быть, не до конца понимают, как это устроено, и пишут, особенно те, кто в трассе живут, что будет много шума, и они не хотели бы. Вот как вы думаете? Шумовой разметки? Да, вот они считают, что шумовая разметка будет им мешать. Нет, вы знаете, да, она шумовая разметка, она дает, как я сказал ранее, вибрацию на автомобиль и для привлечения внимания автомобиля. Это больше шума машин? Естественно, шума будет больше, но не настолько, чтобы людям было от этого некомфортно. Я вам скажу, что на сегодняшний день искусственно созданная неровность приносит людям больше неудобств, чем будет приносить шумовая разметка. В целом мы поговорили о том, какие меры вами предпринимаются, но интересно, в курортный сезон последний, вот какие самые, может быть, опасные точки, опасные места, опасные участки трассы, где вы внесете дежурство, можно сказать, круглосуточно? Какие самые проблемные такие? Вы знаете, на сегодняшний день сложно определить конкретное место, но каждый перекресток, каждый пешеходный переход можно отнести к вашему вопросу. Самое главное для водителя, это не забывать, что транспортное средство все-таки это средство повышенной опасности, и оно может причинить непоправимое. Для исключения этого устанавливаются и знаки, и вот мы говорим сегодня с вами первый раз, в Абхазии нет еще шумовой разметки, не установлено нигде, мы уже сегодня говорим с вами о шумовой разметке, о светофорах и о всем остальном. Я бы не мог выделить отдельные участки, они у нас на сегодняшний день все немножечко опасны. Везде нужна мобилизация водителя, взгляда, реакция его и все остальное. Валентин Львович, это ваше первое интервью должности начальника ГАИ? Вообще первое интервью. Спасибо большое, что выбрали нас и ваши задачи на новой должности. Ну, если я смогу сделать так, чтобы наши люди... Я не должен, наверное, этого говорить, но я скажу как гражданин и как руководитель. Если я сделаю или смогу сделать так, чтобы наши водители хотя бы 50% начали пристегиваться, я буду считать, что я не просто так и не зря сижу на этом месте. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Мы вам удачи желаем в вашей непростой работе. Спасибо вам большое за то, что вы попытались и пытаетесь осветить мою деятельность и нашу деятельность. Моя деятельность, это, конечно, очень сложно, и освещать ее нужно. Я благодарю вас за то, что вы были инициатором. Общее дело. Спасибо большое. Спасибо большое. А нашим слушателям я напомню о ситуации на дорогах, особенно в летний сезон, поговорили с начальником управления госавтоинспекции МВД Абхазии Валентином Трапш. Актуальный разговор и поиск решений в студии Радио Спутник Абхазия. Продолжение следует...